День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Резиденция традиции. В торговом городке открылся новый павильон. Опухоль в прицеле. Новый аппарат в рязанском онкодиспансере эффективен против кожных болезней. Птичку жалко. Как правильно кормить пернатых во время заморозков? В торговом городке распахнул свои двери новый павильон номер 23. Резиденция традиции. В бывшем здании облпотребсоюза теперь заместили экспозицию с работами рязанских мастеров. Накануне открытия павильон посетил губернатор Павел Малков. Открытие павильона номер 23 анонсировали еще на заседании правительства. Резиденция традиций – это первая из трех новых локаций, которые представят рязанцам до конца года. Здесь выставлены самые известные областные бренды. Михайловское кружево, Кадом Венис, Скопинская керамика, Шиловская лоза. У каждого своя особая история. Когда мастера поняли, что они не пользуются популярностью вот такое изделие, один из них умудрился узнать секрет глазури. И обратите внимание на стену. Видите, большие краснители. Мастера начали делать на высоте очень большие детальные и сложные изделия, которые бросались в глаза. Кроме этого, в павильоне есть и творческое пространство – зоны для мастер-классов по народному декоративно-прикладному искусству. В этот вечер здесь, например, обучали гончарному мастерству. Мы продолжаем развивать нашу ВДНХ, наш торговый городок. Замечательное место, которое, к сожалению, достаточно долго было в таком заброшенном состоянии, сейчас обретает новую жизнь. Здесь мы выставляем все наши основные промысла. Причем важно то, что на них не только посмотреть можно, но и можно приобрести самые понравившиеся и интересные изделия. Ну, конечно, здесь же можно участвовать в интересных мастер-классах, которые тоже приобщают вот эти наши замечательные народные традиции, народные промысы. Говоря в целом о торговом городке, Павел Малков анонсировал открытие к Новому году еще двух павильонов музеев – молодежного движения и чая. Полностью же восстановить одну из главных достопримечательностей Рязани власти намерены до конца следующего года. И там тоже будет на что посмотреть. А в резиденции традиций губернатор с особым интересом рассматривал предметы скопинской керамики и, по его собственным словам, не ушел с выставки с пустыми руками. В Рязанский онкодиспансер по нацпроекту здравоохранения поступил новый рентгенотерапевтический аппарат. Его сразу же приняли в работу. Первых пациентов врачи уже полечили. О том, против каких злокачественных новообразований лечат и насколько эффективно, расскажем в сюжете далее. Новое оборудование Рязанского онкодиспансера уже в работе. С полсотни пациентов на себе прочувствовали эффективность аппарата. По словам врачей, процедура абсолютно безболезненна и занимает всего несколько минут. Полный курс рассчитан на 30 дней. Методика лечения та же. Просто произошло обновление парка аэрологического оборудования. Тот аппарат уже устарел, выработал свой ресурс и произошла его плановая замена на новый аппарат. Аппарат предназначен для лечения поверхностных, расположенных злокачественным образованием кожи. И данным аппаратом мы добиваемся более косметический эффект. То есть лечится опухоль, который расположен на лице. Сам аппарат работает по типу обычного рентгена. Только вот лучи, так сказать, более концентрированы и воздействуют на опухоль прицельно, оставляя лишь небольшой рубец, который со временем становится незаметен на коже. Благодаря таким особенностям аппарата можно лечить поверхностно расположенные опухоли. Как правило, речь идет об опухолях кожи с высокой эффективностью и с наименьшими проблемами со стороны окружающих и глубже лежащих тканей. То есть альтернативы среди других наших аппаратов для лечения подобных заболеваний по большому счету нет. Рак кожи занимает в России первое место среди онкологических заболеваний. Новый аппарат эффективен именно против этого вида. Впрочем, противопоказания к лечению все же есть. Например, хронические заболевания в острой форме. Но в остальном этот чудо-аппарат для рязанского онкодиспансера сегодня просто незаменим. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Конец ноября. Дата престольного праздника храма иконы Божьей Матери и скоропослушницы в городе Рыбное. Образ этой иконы – один из самых почитаемых в православии. Считается, что Пресвятая Дева возвестила о том, что всякий, кто будет молиться перед этим образом, скоро будет услышан. Сам храм в Рыбном построен в стиле базилика, то есть повторяет собой церкви еще первых веков христианства. В чем помогает скоропослушница и как строился храм в Рыбном – расскажем далее. Самый первый храм в Рыбном появился больше трех веков назад, примерно в 1680-х. Тогда это была типичная деревянная церквушка. За все время, кстати, она неоднократно горела, восстанавливали всем селом. И уже в 1855-м возвели здесь каменную церковь. Причина смены материала любопытная. На середину XIX века пришелся расцвет золотодобычи в Южной Енисейской тайге, а Рыбное стало перевалочным пунктом. Оттого экономика города в то время активно развивалась. Простоял каменный храм до 1928 года. Тогда местным собранием было принято решение церковь закрыть, все вынести, а здание разобрать. Это уже храм современной иконы Божьей Матери Скоропослушница. В 2018-м здесь фундамент заложили первый камень. Ровно через год осветили крест и купол. Развещение прошло 22 ноября, в день иконы Божьей Матери Скоропослушница. Мы уже по традиции собираемся в стенах, ставшего родным, в стенах этого нового нашего храма, где уютно, тепло, светло, где каждый найдет для себя утешение, отраду и покров Царицы Небесной. Считается, что икона Божьей Матери Скоропослушница – древний чудотворный образ. Находится он на Афоне в монастыре Дехиар. Сама икона написана в X веке. Но известна она историей, которая произошла через шесть веков после. В один из вечеров мимо этой иконы проходил монах с зажженной лучиной. И от образа он услышал шепот, призывающий не коптить икону. Гулусу монах не поверил. И за это потерял зрение. По своему смирению, наверное, он так думал, что кто он и кто такая Царица Небесная. Он думал, что над ним подшучивают братья. Но таковы монашеские будни, видимо, такое тоже имело место быть. Но потом раскаялся, принес покаяние в слезах, упросил Матерь Божию простить его. Она его простила. И Матерь Божия вот через эту историю, послав прощение этому иноку, вернула ему зрение и сообщила, что этот образ будет с сегодняшнего дня именоваться скоропослушной, потому что скорую помощь я буду являть людям. Перед иконой Божией Матери скоропослушница молится во всех случаях, когда нужна особенно скорая и действенная помощь. Также просят и о духовном прозрении, когда человек находится в растерянности и не знает, как поступить. Традиционный фестиваль поэзии «Волнуясь сердцем и стихом» в библиотеке имени Горикова собрал поэтессы о всей Рязанской области. Какие стихи звучали со сцены и о чем сегодня пишут лирики Кристина Бочкарева. Мой давний друг, ну как болит душа, Так редко мы встречаемся с тобой, Твоей руки касаясь, не дыша, В провале между дружбой и любовью. Лирические строки из уст рязанских поэтесс звучат в конце ноября в стенах Горьковки уже порядка десяти лет. Сейчас это уже фактически круг близких друзей, ведь все поэтессы – представители регионального отделения Союза литераторов России. Каждый год это традиционная встреча, которая называется фестиваль женской поэзии, и наше отделение всегда принимает в нем участие. Вот сегодня, наверное, рекордное. Одиннадцать наших поэтесс будут выходить к микрофону и читать свои стихи. Все разные, конечно, есть и более умудренные опытом, есть и молодые, но главное, что у каждого в багаже поэтическом есть прекрасные строки и о родине, и о любви, и о природе, и о родной Рязани. Каждое произведение пронизано тонким мироощущением, которое позволяет видеть даже самые обыкновенные процессы в мире, как нечто волшебное. Причем у каждого автора своя собственная история. Одни слагают стихи с самой юности, другие вернулись на поэтическое поприще спустя долгие годы молчания. Стихи я начала писать еще лет с одиннадцати, когда еще училась в школе, а потом свою творческую деятельность я продолжила, когда вышла на заслуженный отдых. Это в 2015 году. Переехала на свою малую родину, в село Козинка Скопинского района, и моя творческая деятельность, как бы сказать, продолжилась. Есть и те, кто пришел в поэзию из других сфер искусств, а теперь пишет авторские песни, совмещая творческую составляющую с профессиональной деятельностью. Я была в цыганском любительском ансамбле, занималась танцами, и вот там у меня родилась первый раз цыганская песня, и там же я написала вальс на катке песню. Работаю всю жизнь в медицине, и вот посвятив свою жизнь в медицине, я ни на минуту не расставалась с песней. Рука об руку с поэзией, каждая из женщин идет уже не первый год. И такие встречи помогают поэтессам не только поделиться с самым сокровенным, что есть в душе, но и получить профессиональную оценку, как именно изменился слог автора за последний год. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С наступлением холодов выживать в городских условиях неперелетным птицам все сложнее. Зимует в области третья от общего количества пернатых, и самое время для рязанцев прийти к ним на помощь. Чем правильно подкармливать птиц, расскажем далее. Сырые семечки подсолнуха, несоленый арахис, подсушенный белый хлеб, проса. Такому угощению будут рады и синички, и снегири, и голуби, и воробьи. С наступлением заморозков мелкие птахи нуждаются в подкормке. База зимой, как известно, значительно уменьшается. И человеческая помощь – огромное подспорье для того, чтобы городские пернатые пережили зиму. Правда, и здесь есть свои нюансы. Ни в коем случае нельзя птицам давать испорченные продукты, любые. Мы, как обычно, привыкли. Вот что-то у нас пропало, испортилось, мы выносим, да, и даем это птицам. Это ни в коем случае нельзя делать. Особенно это касается хлеба с плесенью. Сало птицам можно. Сало должно быть не соленое, не копченое. А обычный просто свиной жир, или вообще любой животный жир, можно куриную обрезь, можно и говяжий жир давать. Такая подкормка актуальна в морозы. Ведь сало обладает большой энергетической ценностью, когда птицам как никогда нужны калории для обогрева. Я всегда использую сало. Оно привлекает и синиц, и дятлов. Дятлы с удовольствием будут на нем кормиться, если вы его примотаете веревочкой прямо на ствол дерева. Они ползут по стволу, доходят до этого сала и с удовольствием клюют его. Для тех, кто хочет покормить птиц, но сомневается в выборе угощения, есть специальные смеси. Приобрести их можно в обычном зоомагазине. Довольно часто рекомендуют брать различные зерна смеси. Но вот если мы берем зерно в чистом виде, вот обычную пшеницу или любое другое зерно, редко какие птицы его едят. Все-таки это корм довольно грубый. Птицы, синицы насекомоядные, они, в общем-то, заточены под более такие нежные корма. А вот когда в составе зерносмеси, такой корм уже птицы более едят охотно. Ну, обычно сюда включают просо разные виды, семечку, овес. Есть свои тонкости и в кормлении хлебом. Так он обязательно должен быть свежий, но слегка подсушенный. Причем подойдет только белый. Черный хлеб пернатым лишь навредит, вызывая брожение в желудке. Иногда бывает с семечками, да, подкармливаем. Голубей в основном сын кормит. Очень нравится. Летом им полегче, а вот сейчас их даже не видно. Кроме сорок или воронок, ну и все, и голубей. Даже этих птичек маленькие, видно такие, с желтыми этими. Ну, синички. Орнитологи рассказывают, подкармливать птиц традиционно начинают в Синичкин день, 12 ноября. Угощения будут актуальны, пока не начнет сходить снег. Примерным окончанием зимней подкормки служит Международный день воробья, 20 марта. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин